И в мирное время, и в жаркие дни августа, когда Харциск несколько раз подвергался обстрелам, двери Центральной городской библиотеки были открыты для читателей. Пусть и по измененному графику, но библиотека работала. Читатели обслуживались постоянно. Все, кто хотели поменять книги, что-то посмотреть, отчитать, воспользоваться интернетом, они приходили к нам во все эти дни. Было очень приятно видеть истинных читателей своих. Библиотекари отмечают, читателей с каждым днем становится больше. Правда, не от хорошей жизни. У кого-то сломался телевизор, а на ремонт нет денег. Кто-то не смог оплатить интернет и лишился современного источника информации. Купить полюбившиеся периодические издания сегодня тоже не всем по карману. Чем живет сегодня библиотека Харциска и отвечает ли требованиям времени? Получить ответы на эти вопросы 19 ноября попытались представители администрации Харциска. Со своей стороны Анну Калмык, как руководителя учреждения и коллектива, в котором 42 человека, волнуют. Как обычно, у нас вопрос один и тот же. Злободневный – это комплектование фондов новейшими изданиями, новинками литературы и по отраслям знаний. Также материально-техническая база, которая постоянно тоже требует обновления. Это самые главные вопросы. Ну и вопрос зарплаты. Если всех так интересует, ждем, что все-таки мы начнем получать зарплату и начнем трудиться в полную силу. К встрече с руководством города коллектив библиотеки подготовил литературно-музыкальную композицию о Донецком крае с рассказом о природе, истории и промышленности Донеччины, о знаменитых земляках. В получасовой программе чиновников без труда убедили в том, что край наш славен необыкновенными людьми – знаменитыми артистами и спортсменами, художниками и учеными, режиссерами и композиторами. И, конечно, квалифицированными библиотекарями.